Счастливый ребенок, здоровый ребенок, а полноценное питание – одна из главных составляющих растущего организма. Для родителей важно знать, что их дети хорошо питаются в школе, а детям важно, чтобы было вкусно. В школьные столовые заглянула Татьяна Трофимова. Что самое вкусное, Леша, ты кушал в школьной столовой? Котлеты с макаронами. Очень вкусно готовят. Здесь можно попить компот фруктовый, который дома может и не быть. Здесь можно покушать рыбу, которая на рыбку стоит дорого. Меню в первой чебоксарской школе разнообразно. У каждого ученика есть свои любимые блюда. Мне нравится рис с салатом с помидорами и курица. Нам дают его по пятницам. Я считаю школьное питание очень полезным, потому что мы получаем витамины, мы заряжаем все энергии. И потом у многих есть кружки после школы, и мы сытые, наявшиеся идем на эти кружки. Самое главное, дети ориентируются не только на то, что вкусно, но и хорошо понимают, что без горячего питания трудно выдержать школьные нагрузки. Если бы мы не ходили на обед, у нас бы не было сил, и мы бы просто не могли учиться. В школах Чувашии горячее питание получают уже более 95% детей. Половина всех общеобразовательных учреждений оснащены современным технологическим оборудованием. Это линия раздачи, пароконвектоматы, электрические плиты, пекарские шкафы, холодильники, морозильники, посудомоечные машины. Наши замечательные повара очень стараются, чтобы детям было вкусно в столовой. И дети это видят, чувствуют, и постоянно в столовой они каждую перемену и завтракают, и обедают, и даже полничают. Горячее питание в школе полностью сбалансированное, что способствует развитию детей. И, конечно же, ребенок сытый, довольный, он дает лучшие результаты. А если еще покушала бесплатно, то это будет прям очень замечательно. Очень хорошая форма поддержки семьям. Обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс поручил президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Глава Чувашия отметил, что техническая готовность многих школ в республике позволяет уже с 1 сентября 2020 года начать реализацию этого поручения. Есть дети, которые, родители могут им позволить питание, скажем, более дорогое, а есть родители, которые из последнего, но стараются дать, чтобы питание у детей горячее было обязательно двухразовое. И завтрак, и обед. Поэтому вот это решение нашего правительства, если будет принято, я думаю, что это будет большим финансовым подспорьем для каждой семьи, и особенно семьи микрорайона, которые нуждаются в этом. И понятно, что каждая семья для ребенка хочет самое лучшее. И главное для них, это, конечно, чтобы ребенок был здоров и накормлен. Я работающая мама, и мне очень важно, что моя дочь в этой школе получает полноценный обед, полноценный завтрак, и я довольна питанием своего ребенка в этой школе. Младшая дочь у меня ходит в садик, поэтому послание президента о том, что питание в начальных классах будет бесплатным, для меня огромный плюс. Это сэкономит бюджет нашей семьи, потому что я могу эти деньги направить на кружки или на что-нибудь другое. Это кухня 128-го детского сада. Здесь тоже новые пищеблоки и мебель. Модернизация в 2019 году началась и в дошкольных учреждениях. На эти цели из республиканского бюджета направлено более 230 миллионов рублей. Новое оборудование позволило существенно сократить время приготовления пищи, но сами блюда отличаются тем, что они стали сочные, сохраняют витамины и нравятся нашим деткам, ну и, конечно же, довольны родителям. В 255 детских садах уже обновили кухонную мебель, технологическое оборудование и холодильники. В новом году работа в этом направлении продолжится. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика.